Дорогие друзья, мне доставляет огромное удовольствие приветствовать вас всех на сегодняшней презентации Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Наша короткая, но плодотворная деятельность в агентстве позволила достигнуть определенных результатов и построить крепкий фундамент Института Свободы Слова, который является важнейшим элементом реализации курса реформ нашего президента. Сейчас настало время объединения профессионалов своего дела, журналистов и блогеров, которые не понаслышке знают о проблемах в сфере масс-медиа. И, на мой взгляд, данный фонд является хорошей площадкой для реализации инициатив и проектов, важных не только для всего медиа-сообщества, но и для гражданского общества в целом. Мы верим в свободу слова, и мы верим в ее силу. Мы верим, что именно качественная журналистика необходима для жизнедеятельности демократического общества, в котором все люди равны и имеют право выбора вне зависимости от своей веры, расы, пола, национальности или социального положения. Наша цель – поддержать вас, дорогие журналисты и блогеры, чтобы вы стали голосом для тех, у кого этого голоса нет. Ваш голос должен быть вашей миссией. Не теряйте смелость и никогда не останавливайтесь. Вот, например, мой отец. Он родился в простой семье в горном кишлаке. Своим трудом и упорством преодолевал сложности на своем жизненном пути. Всегда старался и старается быть полезным для своего народа. Мы росли в атмосфере, где наш отец день и ночь, не покладая рук, стремился сделать жизнь людей лучше. В итоге он смог завоевать доверие и признание народа. И был избран президентом. В виде его целеустремленности и трудолюбия, мы с детства впитывали в себя все эти его качества. И осознавали всю ответственность, которая лежит на нас. Когда я работала на госслужбе и сегодня начинаю деятельность в своем фонде, я сталкиваюсь с разными оценками в мой адрес и попытками критического сравнения. Но, пользуясь случаем, хотела бы с уверенностью заверить вас, что я прекрасно понимаю всю ответственность, которая лежит на мне. Я максимально стараюсь, я буду стараться быть полезной для реализации реформ, проводимых моим отцом. Мы хорошо знаем, что не обеспечив свободу слова и открытых госорганов перед обществом, невозможно полноценно осуществлять реформы, поскольку они тесно связаны друг с другом. Другими словами, без свободы слова и формирования гражданского общества невозможно полноценно реализовывать все начатые реформы. Наш президент понимает, что контролировать исполнение реформ эффективнее, когда за работой уполномоченных органов наблюдают миллионы глаз. Конечно, этим уполномоченным лицам не всегда от этого комфортно, но только так строится сильное гражданское общество. И я, будучи ответственным лицом фонда, буду максимально стараться использовать свои возможности, навыки и накопленный опыт для обеспечения защиты свободы слова, открытости госорганов и защиты прав и интересов журналистов и блогеров. А также, будучи общественным деятелем, Я параллельно собираюсь заниматься пропагандой культурного наследия нашей страны, вопросами обеспечения гендерного равенства в Узбекистане и продолжу работу по защите лиц с ограниченными возможностями в рамках проекта «Конгель-Козе». Мы учимся на истории и ошибках прошлого, которые не должны нас останавливать и отвлекать от намеченных целей. Могу сказать одно. Быть дочерью президента – это не привилегия. Это огромная ответственность. И я это полностью осознаю. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok